Ребят, у меня для вас подарки. Значит, ролик вышел сегодня с утра про часы детские. Короче, для вас есть еще одни такие детские часики, новенькие. Плюс еще 5 билетов на киноконцерт Фантазия Дисней в консерватории. Вот. И поэтому, чтобы принять участие, переходите по ссылке на то видео, которое вышло. Там нужно будет оставить любой комментарий с любой своей социальной сетью, чтобы я смог с вами потом связаться. Будет разыграно в прямом эфире через пару дней одни такие часы, одному достанутся, доставка бесплатная. Плюс 2 билета одному человеку и еще 3 билета тоже одному человеку. Итого, можно сказать, у нас будет 3 победителя. Проходите, участвуйте, на концерт можно сходить с детьми. Ну и, соответственно, часики детские. Вот, с Алисой внутри. Давайте, поехали. Привет. Новый челлендж. Мы решили себе на дачу вместе с бассейном поставить набор садовой мебели. И вот, прям с утреца приехали в Леруашечку. Ох, универсал, универсал. Что здесь в тебя только еще не врезало? Просто идеально. То есть, набор садовой мебели даже не пришлось разбирать. Он идеально врез. Но при этом я купил себе еще брусочки на доске. А, еще мусоруловитель, этот скиммер купили для бассейна. Еще соль увлажняющая. Короче, сейчас она немножко здесь чиркнет, но со мной закроется. Но самое интересное, это Ольки. Олька сидит у нас это, с палками. Вот. Ну, нормально, нормально. Сейчас покажу. Оно-ка. Оп. Вот, Оля теперь это. Есть подлокотник хорошенький. Палка большая, но вот врезает вообще тютелька в тютельку. То есть, прям вот она касается стекла. И там она, можно сказать, уже касается прям багажника. Ну, что могу сказать. Хорошо иметь такой багажник еще раз. Вот, потому что для чего брали, в принципе, для того и используем. То есть, реально все эти покупки, перемещения через дачу и так далее. Класс. Все, едем домой. А время-то только 10 утра. Погнали. Можно даже со мной поболтать. О чем? Не знаю, вот мы. Я уже немножко проболтался перед нашей поездкой в Питер, что нам предстоит, можно сказать, в сентябре. Это мы еще посмотрим. Это классическое путешествие. Сколько мы, два или три года подряд, конечно, в сентябре путешествовали. С надеждой на то, что всегда меньше народа. Вот. Наше предстоящее путешествие 1600 километров. Ну, кстати, я не знаю, конечно, под вопросом. Решили мы поехать в Краснодарский край, все вот это там Красная Поляна, на Сочи и так далее, на своей машине. Вот. Сейчас, что-то, вот этот с этим, корона папирусом, опять непонятная тема. Так что, может быть, себя еще прикроют? Сейчас там новости все проходит, что сочинцы возмутили, что... Чего они едут? Оставите их! Не, ну сейчас там, наверное, да, уже попопка полная. Хотя она сейчас тоже в Москве. Вот сейчас показывают 30. Ребят, сколько у вас сейчас в городе? Жары, потому что в Питер еще завтра или после завтра 34, обещаю, что-то еще. Тепло, тепло. Северная столица. Мне больше хочется даже, не то, что прям в Сочи, мне в горы хочется там все исследовать. Ты будешь исследовать? Я буду исследовать горы. Едем обратно пробка. Представите, сегодня воскресенье, а уже в 10 утра даже образовалась пробка, потому что, а впереди авария. Так что вот рассказал, что там впереди авария. Справа Камри ехала, не знаю, там 3,5 или 3,5. Впереди Порш ехал. В Камри сидел папа, а впереди ребенок. Не пристегнутый. Не пристегнутый, я не знаю, там лет 5, наверное, такой уже совсем ребенок, взрослый. Вот ребенок, папа отлег, и папа вперед в Порш. Пью, впендюрился. Все, встали. Обидная фигня. Считаешь, сколько сейчас время потеряют? Ужас. Ееу. Еще вон соль купили. Так, машина поставила так неудобно, потому что сегодня должны привезти еще одну штуку. У нас, короче, система для хранения велосипедов будет и зимней техники. Я на самом деле рад, что она вылезла. Ладно, конечно, большое спасибо, что мы такую машину взяли. Вот. И хорошо, что здесь прям поместилось этот набор мебели. Но все-таки необходимая штука. Пока есть возможность, вот, взяли. Вот, и сами довезли. Без всяких доставок. Ну и, кстати, неплохая коробочка-то, большая, да? Вот. Вот так будет выглядеть. Взяли коричневого цвета. Фирма, не знаю. Кетр какая-то. Модель корфу-лайн. И все. Камбулерашки продается. Стоит 28 тысяч комплект. Здесь два кресла, диван, подушки и стол. Это, в принципе, все. А, вот еще мусорные пакетики. А, еще и себе для деревообработки купил, знаешь, круги. Струбцину еще одну взял. Еще, где-то еще одну струбцину должна быть сейчас, Тем. Это нам в Москву. Вот просто топ-лента. Вот такие струбцинки взял. Небольшие три штуки. Так, это что ли взяла для рассады. Где-то еще одна струбцин должна быть, чем вот такая, черная. Вот там, в машине, вот, короче. Еще две струбцинки взял, чтобы объемы увеличить. И скиммер, точнее, мусороуловитель. Темка, осторожней. Собирание происходит. Теперь у нас задний двор. Вратился вместо собирания всей этой мебели. Вот понемножку, полегонечку все делается. А сейчас идем в бассейн купаться. Разбавлять эту всю жару. Ух, сегодня плюс 30. Ух. О, вот чего. Идово. Привет. Брат-демократ, давай сейчас затестим. А ну-ка. Я. Ой, водичка теплая. Замечательно. Так, айфон, мне кажется, так сгорит. Шлепку новую. Ой, сегодня вода просто шикарнейшая. Всю ночь у нас стоял обогреватель вот этот новенький. А, от Bestway. Напомню, до этого был Интекс. Сейчас, Темка, сейчас я научу. Сейчас все будет. Вот. И классно, что у нас это. А зонтик пока еще такой. Но потом купим уже нормальный. Вот. Очень классно. Мне нравится с стеной купаться. Такое ощущение, что ты немножко так защищен. О, кстати, удобно. Коврик такой купили. Типа вылезаешь. Он сразу и мокренький, и не очень жаркий. Темка, ты где? Ты там, что ли? Ты что там делаешь? Кстати. А сейчас дай. Деньку, Темка. Мне не знаю, чего тут не хватает. Мне тут единственное, не хватает этого. Подставочки, подкормить, бокальчик. Это, как он, куколу холодную налить. Вообще классно так. Плаваешь. Папа, видишь? На, на, на. А если? Только бассейнчик побольше бы. Все, как в этом мире, приходится доделывать. Ну, конечно, нет. Стоит 28 тысяч. Знаете, выбор, в принципе, не очень большой. Есть за 17 тысяч, но там совсем все жиденько. Здесь вроде вот это искусственный ротанк, или, короче, не знаю, хрень. Некоторые элементы вот делают прям вообще, знаете, как на отвали. То есть такие вот части, в которые даже вот эти винты не закручиваются. Приходится реально напильником дорабатывать. Ну, чтобы нормально винт вкрутился, здесь нужно чуть отверстий поменьше сделать. Иначе ты это просто вообще реально не закручиваешь. Ну, ладно. Я вам такие моменты показываю. Потому что, вы знаете, у меня всегда... Я не показываю только плюсы. А иногда, знаете, и неприятности случаются. Вот. Блин, напильником дорабатываю штуку за 28 тысяч рублей. Это что делать? Вот так вот. Садим с Темкой, смотрим Зверополис. Приходим, такой мой кондиционер, конечно. Пользуемся кондиемом, потому что сейчас на улице 30. Что-то градусов, это 31. Прям это нереально. Хорошо, хоть и в Москве подкаст. Да, сегодня очень жаркий день. Конечно, все. Сейчас покажу вам, что получилось. Собрали мебель. Там это, ну, с напильником. В итоге нормально. Тут уже вечерние поливашки идут. Тут у нас еще такие клумбы будут. Морковку будем сажать. Что-то нам их слишком большими сделали. Надо будет это ее отпилить. А это слишком высокое вышло. Короче, давайте сейчас речь непосредственно вот про вот этот уголочек. Окей, я вчера снимал видео про бассейн, потому что очень, кстати, актуальная тема. Если снять видео про каркасный бассейн, ищется по поиску офигенно. То есть для вот той публики, которая... Точнее, даже не для публики, а для людей, которые ищут информацию про каркасный бассейн. Вот. И просмотр там нормально идут. Потому что... Ай, бабочку хотел заснять. Короче, получилась такая тема. Смотрите. Я только подушки снял. Подушки там внутри. Нам скоро должны этот стеколышко новое поставить, который будет разъезжаться. Вот так вот весь гарнитур получился. При этом мы сегодня эти креслицы таскали туда. На них сидели. Вот. В течение дня здесь, получается, солнце встает там. Так оно проходит. В течение дня здесь... Это тень. И поэтому круто. Можно сидеть. Вообще прям черить. Реально сидишь. Здесь торик. Это вот сейчас солнышко только на закате. Оно вот здесь прям светит. А так вообще прям по кайфу. Сегодня тут этот у нас зонтик был. Зонтик потом сюда какой-нибудь побольше возьмем, который будет крутиться. Который будет закрывать. Вот. Вот такой вот уголочек получился. В общем, даже ничего. Мебель всесезонная. Кстати, не знаю. Ребят, ее же и на зиму-то можно, по идее, оставлять. Ну, я не знаю, как это. Искусственный эротанк или что-то такое. Как пластмасса это. Написано, что не боится ни дождя, ни снега. В принципе, можно и на зиму оставлять. Не знаю, стоит или нет. Круто, что можно посидеть и так. Тоже посмотрели в Люрашке. Вот это стоило 28 компрект. А был комплект еще за 17 тысяч. Вот. Он какой-то, он настолько жиденький. То есть, вот, даже когда там подходишь, что-то прям, как-то недоверие даже вызывает. Но что-то дорого, конечно, наверное. Вот. И скиммер что-то поставил. Или как его? Мусороловитель называют. Не знаю, будет ли работать или нет. Ну, здесь что-то он уже засосал. Посмотрим. Здесь, конечно, от крупного мусора. Но не знаю. Пусть постоит. Надеюсь, я его правильно поставил. Потому что, по идее, он вот так вот должен быть. Вот. Посмотрим, что будет. Обогреватель сейчас включать не стал. Потому что, вот так, вот, здесь температуру просто, ну. Я бы еще даже похолоднее бы сделал. Она сегодня солнышком нагрелась прям вообще. Смотри, какая красота. А сейчас убегаю. Сейчас буду трансляцию делать по розыгрышу досочки. Супер. Фу. Ребят, что вы понимали. У меня температура в моей подсобочке. Кстати, отвалился. Вот отсюда и отваливается. Не знаю, что с этим делать. Потом буду разбираться. Сейчас вообще времени нет. Все. Сейчас только одна работа. На улице, блин. Температура просто жесть. Сейчас буду кондиционер здесь включать. И слава богу, что я его купил заранее. Пожалуйста. Температура в подсобочке. Это я с ним, кстати, молотком ударил. Когда собирал все это, гарнитур. Конечно, руки я нормально здесь поранил. 30.2 градуса. Охренеть. Да. Тут без кондиционера вообще просто делать нечего. Тут спаришься. Я сейчас его... Ладно, сейчас не буду включать, чтобы вам на видео... Не пока не сейчас досниму. Вот. Короче. Ау. Потолки маленькие. Вот. Сейчас буду вот эту досочку свою разделочную разыгрывать. Можно сказать так. Самое вот идеальное, что у меня получилось по рисунку. Вообще. Она сейчас еще форму до конца принимает. Кстати, наверное, в будущем буду... Как делать. То есть надо будет ее склеить во всех основаниях. Потом через неделю только ее шкурить. Потому что какой раз замечаю. То есть, короче, я делаю прям идеально ровный. А потом через неделю, видимо, дерево начинает усаживаться. И вот появляется. То есть... Ну, тактильно здесь есть вот такие вот склеенные где-то места. Ты их прям чувствуешь. И вот они начинают через какое-то время проступать. Ну, здесь смысл даже не в этом. Доска вообще прям потрясающая. Вот, знаете... Мне жалко с ней расставаться. Вот реально прям жалко. Я бы ее с радостью пользовался. Хочу купить еще в будущем ножки. На Алике они продаются. То есть, такие ножки свои набиваются. Чтоб ты доску вставил. Вот. И ручки здесь такие. Выделывать. И плюс, надо будет с горелкой разобраться. С моим штампом. Вот сюда вот можно будет неплохо так вставлять. Вот. Ну, разделочную доску, как бы я в том году всем пообещал. Вот и делаю. Сейчас буду так уже стрим скоро заводить. Моя ОБС. Вот моя... Так, камеру, наверное, надо поставить и повесить не знаю. Блин, она опять огненная. Пипец. Тут, конечно, у Logitech камера вообще прям реально зачетная. Но горячая. Горячая-то прям вниз 40 градусов. Ух ты. Никитос мне 500 рублей отправил. Спасибо тебе большое. Ну, кстати, вот. У нас 2012 года. Супер. Чат идет. Общаемся. И у нас, получается, вот 102 человека претендуют на замечательную досочку. Вот. Так что продолжаем. Никитос нам Дональда Трампа отправил. Спасибо. Уже в следующий день. Мы собираемся в Москву. Темка решил спортом заняться. Молодец. Вот. Досочка у нас отправляется Андрею в город Белгород. Сегодня уже пойду, наверное, отправлять. Сейчас все будет в машину положить. Так что все разыграно. На улице сейчас. Чтобы вы понимали, уже 26. А мне нужно срочно пропылесосить в багажнике. А то вот один из минусов. Отсутствие ковриков. Плюс в том, что туда очень много всего вылезает без ковриков. А минус, что погонится все. Вот у соседей, кстати, мне очень удобно расположен вот этот вот задний выход. Туда постоянно светит солнце. В то время как... Ну ладно, сейчас еще 8 часов утра. А так, по факту, здесь целый день тенечек. Поэтому вот так вот. Немногие знают, немногие вспомнят. Ребят, там говорится, знакомые места, да? Я тут провел пару лет своих влогов. Ну, плюс-минус. И тогда все догадывались, что я работаю риэлтором. Я просто не говорил, что я работаю в комусе. Что у меня клиенты. Я, конечно, по клиентам ездишь. Ты же с существующими работаешь. Чтобы я там на пляже, потому что канцелярия заказывали. Новых привлекает. И вот работал Латкарная, Люберц, Желебино. Ну, показывал, что я здесь катаюсь, там что-то хожу-хожу. Да прямо не показывал, что я работаю в комусе. Здесь все-таки, что работаешь риэлтором. Вот так. Прям знакомые места. Каждый уголочек знает. Ну, конечно, я тут давно уже работал. Я тоже люблю предвлечения. Потом уволился. Ну, сочетал их, кстати, неплохо. То есть у меня и времени вроде было много. Я сказал, чтобы в машине там включить ноут, что-то помонтировать. И плюс еще поснимать. Потому что по полу за этого. Но влоги были... Во-вторых, в тот момент... Мне кажется, тогда это всем было интересно. Потому что никто так не... Нет, может многим было интересно, что где-то на работу езжем. Приехали уже в Москву. Сегодня, блин, пробки вообще дичайшие были. Просто дичайшие. Дома такое ощущение, что мы не были... По ощущению, недели три, наверное. С учетом того, что у нас... Насколько? Полтора недели. Мы отсутствовали. Пока там в Питер, туда-сюда. И, короче, такое прям по ощущениям мы очень давно не были. На улице Жарень. 31 градус. Дома кондиционер. Вот. Спасает реально. Здесь у меня новое хранилище. Все для студии. Ну, для студии, не за... Для видеозаписи. Хотя последние обзоры я снимаю на айфон. Вот. Что-то у меня в ломок все это доставать, собирать. Реально снимаю на айфон. Да даже последнее видео тоже на айфон монтирую. Смысла нет. Решил овладеть искусством съемки и монтажа на айфон. Потому что на айфоне камера еще жар даст всем остальным. И даже это и Соньки, и Panasonic. Реально. Прям вообще на айфон выходят замечательные кадры. Вон сейчас. На этот. Да. На Google. Точнее на Google, блин. По Яндекс. Скинул все. Вообще замечательно. Вообще мне очень нравится. То, что у меня оформлена подписка Яндекс Плюс. Плюс еще 100 гигов на Яндекс Диске. И получается. То есть. Заходим на Яндекс. Заходим в свою почту. Заходим на Яндекс Диск. И отсюда. Точнее сюда. Сюда. Мне скидываются все фотки и видео, которые у меня есть на телефоне. То есть автоматически. И отсюда я их просто скачиваю. И все. Прям вообще реально удобная тема. Вот. У меня получается 155 гигабайт. Тут доступно. Могу еще один терабайтник добавить за 200 рублей в месяц. Но мне это не нужно. У меня и так хватает хранилища. Потому что. Короче. Когда ты покупаешь 100 гигов Яндекс Диска. А по подписке Яндекс Плюс фотки выгружаются безлимит. С телефона. То есть сколько угодно фоток. Они безлимитные. А видосы безлимитные. Как раз вот со 100 гигабайтами Яндекса. Мало того. Что я могу просто 100 гигабайт занять чем-то полезным. Ну полезным как. Фотки и видео тоже полезные. Вот. Но с телефона все видосы также в безлимит выгружаются. То есть у меня короче все с телефона. Не важно там с этого. С этого. Там где Яндекс Диск установлен. У меня все фото и видео безлимитные. Выгружаются и хранятся на Яндекс Диске. О. Вообще прям реально потрясающая тема. Сейчас снимал видео про часы. Темка у меня их уже отжал. Одни темки. Одни кстати для вас ребят. Так что розыгрыш. Розыгрыш. Ну вот сейчас видосик будет. С этими часами. Там видео совершенно бесплатный розыгрыш. Нужно будет оставить любые комментарии со своей социальной сетью. И еще будет 5 билетов на киноконцерт Диснея. Ну это я вам уже в самом начале видео тоже рассказал. Безумно тащусь от вот этой заставки. На wallpaper engine просто красота. Я теперь в последнее время прям ставлю лайки. Знаете на камеру мне это нравится. Не знаю почему. С этой ambilight подсветочки просто вообще красоте не выходит. Все как-то так интересно меняется прям. Цвета замечательные. Пока еще не дошел до инсталляции внутри своего ПК. Что-то пока руки никак не дошли. Сейчас нужно разобраться с часами. Все это дело демонтировать. Плюс мне еще нужно будет снять распаковку. Mi 11 Lite 5G. Он еще запакованный. Я думаю что как раз его в черных перчатках. Это я распаковываю. Да еще нужно будет на дальше снять Mi 11 обзор. Пока он у меня есть. Потому что мне его там для инстаграма присылали. А я думаю про него обзорчик заснять. Прямо на ютубчик закинуть. Вот. Шикардос. Хлопс. Хлопс. Значит. Карта памяти. Потому что у нас гигов для звукорекордера. Замечательная тема. Просто. Кстати Сберпортал стоит без дела. Совершенно. Пока. А то я его просто на кухню ставлю. И вот Темка начинает мучить. И постоянно в нем сидит. Поэтому пока Сберпортал убрали оттуда. А то вы представляете. Ребенок будет целый день сидеть в Сберпортале. И совсем про сберется. Вот у него в мозгах будет только Сбербал. Сбербанк. Вот такой Сбербанк. Кстати. Про Сбербанк еще интересно скажу. Оль заказывала с Алиэкспресса. Короче. Товар. И выбрала пункт доставки. Так теперь. Короче. В Сбербанке. Выдают покупки Алиэкспресс. Что? Там реально. Там Сберлогистика. И. Ты приходишь в Сбербанк. И к менеджеру говоришь. Здравствуйте. Мне забрать заказ. И он там куда-то идет у себя в Сбербанке. Берет его посылку. И короче тебе выдает. Офигеть. Что у тебя? Папа. Я хочу тебе показать. Что? Стой сейчас с музыкой. Смотри прям. И хочет играть. Прям. Не хочет? Прям. Что-то странное. Что-то она ничего себе загрючила. Круто. Все. Сломались. У нас на балкончике реально целый этот. Заросли короче. Заросли. Не знаю ничего. Хотел целые сказать. Целые заросли. Реально прям. Все зелено. Я его перезагрузил. Тем. Посмотрим может заработает. Ну ладно. Пойдем с тобой. Пойдем кости. Хочу вам сказать спасибо. Что досмотрели. Вложек до конца. Сейчас пойду скоро отправлять досочку. Выиграл ее Андрей. Из города Белгород. Вот. Поэтому сейчас нужно будет придумать. Во что ее запаковать. И пойду ее с деком отправлю. Так. А нужно ее запаковать во что-то хорошее. Чтобы они дерево не побили. Вот. Так что вчера все разыграли. А Андрюха. Смотрит меня. Написал на 6 или 7 лет. Так что. Узнаешь эту песню. Заработала? Ладно. Класс. Конечно Андрей смотрит 6-7 лет. Поэтому дочка к нему едет заслуженно. Сука. Ладно. Все. Давайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.